Динозавр Именно так динозавры выглядели в реальности. Целый год ученые, палеонтологи и аниматоры создавали их. Учли даже рисунок кожи, походку и темп проголоса. Ух, не хотел бы я их увидеть. Сейчас на сцене прохиозавры. Мы знаем, что для создания этого шоу очень тщательно отнеслись к нему. И все динозавры, все было сделано до мелочей. Вы можете рассказать, как все это делалось? Весь процесс от дизайна до премьеры занял больше года. У нас изначально не было какого-то четкого плана. Просто мы начали, и идеи появлялись уже по ходу дела. Я знаю, что это шоу сделано по мотивам сериала. Что же для этого шоу взяли из сериала, а что добавили? Да, это верно. Сериал шел на BBC, назывался «Прогулки с динозаврами». И он был очень длинным, много серий. Нам пришлось все это уже до двух часов. И в эти два часа нужно было уместить весь путь динозавров от юрского периода до мелового. Какого вам находиться на сцене с такими большими звероящерами? То есть, если зритель, он далеко, а вы прямо около них. Что вы чувствуете? Это страшно. Это страшно, конечно, естественно. Ты же как бы внутри этого пространства, и там огромные существа, это, конечно, очень страшно. Первый прогон, вот когда мы проходили в Италии, это было очень страшно. Это потрясающие эмоции, которые ни с чем не сравнить. Это какое-то преклонение перед чем-то громадным, огромным, перед чем-то из детства. Информации было совсем мало, не то, что сейчас. А тут вот рядом все то, о чем мы могли только прочитать. Или посмотреть в кино Стивена Спилгага. Все это было продумано и устроено на основании научных данных. Несоответствие есть только одно. Взрослый брахиозавр на самом деле на два метра больше. Если бы динозавры дожили бы до наших дней, возможно ли было их приручить и так далее? Я думаю, что если бы динозавры дожили до наших дней, то нас бы просто не было. Потому что если доживают они, то человека не было бы на земле, мне кажется. Это просто невозможно. А сейчас мы видим битву динозавров. Посмотрим, кто из них сильнее. Это развлекательное шоу или научное шоу? А, хороший вопрос. Думаю, это и то, и другое. Мы вместе с Хаксли отправляемся по трем периодам, в которых жили динозавры. Мы можем как следует рассмотреть динозавров в то время, как палеонтолог Хаксли рассказывает нам их историю. Это лучшее сочетание. Это лучшее сочетание. Я слышала, что динозавров хотят воскресить, и скоро появятся такие технологии. Но лучше пусть они оживают в таких вот шоу. Прогулялись с динозаврами Милана Ануфриева и Даша Федорова.